Всем огромный привет! Решила поменять косметичку на ближайшее время, потому что мне уже старое поднадоело, можно сказать, плюс много новинок появилось, поэтому хочется ими воспользоваться. И снимаю я теперь в таком формате, когда роюсь во всей своей косметике. Многими из вас в прошлый раз такой формат понравился, поэтому я решила продолжить снимать именно в таком варианте видео. Мне самой тоже намного интереснее и приятнее снимать и выбирать, можно сказать, лайф с вами, то, что я хочу на ближайшую косметичку. Все, давайте приступим. Праймер. Я знаю, что праймер я хочу взять от Too Faced Hangover. Этот праймер просто отличный, потому что на него так классно закрепляется тональная основа, как-то схватывается с этим праймером. И я помню, что вот эта основа, сейчас так скажу вам, от Essence, именно с этим праймером отлично работала. Плюс еще у меня был праймер от Lancaster, называется вроде голубенького цвета такая. Я очень хочу снова приобрести этот праймер, но он бешеного денег, стоит больше 30 евро, и никогда скидки я не видела на этот праймер. От Lancaster я имею в виду. И тот праймер тоже отлично работал именно с этой основой, так как основа лучше держалась. Без праймера эта основа очень-очень слабенькая, быстро съедается с лица, ну, сходит с лица, не съедается, а сходит с лица. Вот, и этот праймер тоже хорошо работает вот с этой основой от Essence. Так что возьму праймер от Too Faced и также возьму спрей от Too Faced, чтобы вот такое вот комбо было. Посмотрим, как они будут работать. Тоже эта же линейка, это, кстати, оба миниатюрных продукта. По отдельности все покупала, этот праймер я уже давно-давно, где-то больше года тому назад, наверное, купила. Но здесь для праймера очень хороший объем, 20 мл, мне кажется, где-то было написано. А, да, вот, сверху 20 мл этого праймера, а спрея 30 мл. Еще не пользовалась, это полностью новинка, поэтому возьму. И также хочу взять, наверное, спрей. Смотрите, там шарик внутри болтается, я даже не знала. Короче, заболтываете водичку. От Эльф спрей тоже хочу взять и до макияжа наносить, пробовать его. И также этот спрей хочу до макияжа наносить и после макияжа, чтобы закрепить. Я купила этот спрей для того, чтобы сравнить с моим любимым, одним из любимых спреев от Urban Decay Chill. Вот это вот очень мне нравится, как держит косметику в течение дня. То есть тональную основу, бронзу и румяна, да. Поэтому мне интересно стало, возможно, я найду из бюджетного сегмента что-то похожее на Urban Decay. Попробую, расскажу, конечно же, вам обязательно. Из праймеров, наверное, все, потому что также у меня праймеры остаются из Project Pen. Я еще даже не закончила. Помните, я вам сказала, наверное, пару-тройку раз еще воспользуюсь этим праймером? Но нет, девочки, до сих пор все уходит там и выходит. Я говорю об этом правильно, сейчас покажу, тут рядышком косметичка стоит. Вот от Ифраше там выходит и выходит, выходит и выходит. И другой праймер, как всегда, от Essence, который с таким блюр-эффектом остается в косметичке. Посмотрите, он вот потихонечку заканчивается. И я надеюсь, что в этом году у меня полностью получится закончить этот продукт. Буду чему очень, конечно же, рада. Вообще, в принципе, уже оправдала свою цену. Но я, мне кажется, здесь уже больше половины закончила этого праймера. Так, пользуюсь уже год, наверное, это точно. Тональная основа. Давайте возьму я все-таки тональную основу от Essence. Вспомню текстуру этой основы. Мне она нравилась, поэтому я повторно купила эту основу. То есть я закончила один бутылёк и решила взять ещё один, пока они есть в продаже, именно онлайн. Так как в магазинах на полочках точно нет. Единственное, девочки, кто не любит, я знаю, что любят многие основы, которые не сходятся. То есть долго остаются на лице. Имейте в виду, что эта основа не стойкая. Но мне нравится, насколько натурально ваше лицо выглядит с этой основой. Поэтому люблю Fresh & Fit, как и написано. Wake Makeup. Короче, классная. Тут, кстати, в составе витаминный комплекс и Cranberry Water. Клюквенная водичка. Да. Поэтому мне ещё больше нравится эта основа. Потому что я люблю декоративные косметики. Не раз уже говорила, когда есть ухаживающие компоненты. Наверное, больше ничего не буду брать на данный момент. Потому что также у меня ещё основа остаётся от Ифраше. Я в прошлый раз взяла, помните, от Revlon и от Rimmel. Ни тем, ни другим я ни разу не воспользовалась. Нет, вроде Rimmel один раз воспользовалась, точно не помню. Потому что на улице такая жара стояла в последнее время, что мне хотелось пользоваться именно таким вот лёгким, каким-то тонирующим эффектом тональной основы. от Ифраше, потому что он действительно такой лёгкий. Тоже недолгоиграющий, то есть быстро сходит с лица. Но тем не менее, в такие летние, в летнюю погоду прям отлично. Это как здесь составит тоже ухаживающий компонент розы. Невероятно приятно пахнет основа. Наверное, прям рекомендовать не могу, но она мне нравится, потому что настолько невесомая. Вы приходите с работы, вам вообще нет такого желания, что вам быстрее нужно бежать в ванную комнату, смыть скорее с лица. Эту тяжелёную тональную основу нет. Такого вообще нет с этой основой. Она реально... Как будто вы нанесли лёгкий крем с лёгким тонирующим эффектом. Вот что я получаю от этой основы. Поэтому этих двух хватит. Мне хватит. Периодически буду менять. Так, с тональными основами, праймерами мы и закончили. Ещё вяжу консилеры. Консилеры. Возьму новый консилер от L. Обязательно. Хочу попробовать. Так, что ещё у меня здесь есть? В прошлый... Давайте я возьму от Essence. Я возьму от Essence вот этот вот консилер, потому что он мега увлажняющий под глазками. Но, наверное, я этот консилер всё-таки буду, возможно, добавлять с тональными основами, перемешивать. Посмотрим. Потому что на работу я этот консилер не осмеливаюсь носить. Хотя, возможно, если тоненьким совсем слоем попробовать. И потом припудрить от Jeffree Star пудры, потому что от Jeffree Star пудры вообще классная. Под глазами вообще не сушит. Если тоже лёгким слоем наносить, очень красиво и натурально смотрится. Думаю, наверное, возьму. Давайте возьму вот эти вот два консилера. Плюс от Nars у меня всегда остаётся консилер. И также консилер от Rimmel. Этот консилер я смешивала с тональной основой от Laura Geller из Project Pen, которую я уже закрыла. И вот, смотрите, совсем чуть-чуть у меня этот консилер закончится. Вот он тоже остаётся в косметичке. Потому что мне хочется над ним работать и закончить уже этот продукт. Я вам уже говорила, что этот консилер от Rimmel мне совершенно не понравился под глазами, как ведёт себя. Как будто суховатый, что ли, становится. Вот этот эссенс лучше мне нравится, чем тот от Rimmel. Так, закончили мы с лицом. Из пудр... А, подождите, я точно... Вы знаете, что я сделаю? Я выложу пудру от Jeffree Star. Так как эту пудру я в основном использовала для того, чтобы закреплять тональную основу, консилер под глазами. И возьму от Pat McGrath пудру. От Pat McGrath пудра специальная для того, чтобы закреплять консилер под глазами. Просто очень хорошие отзывы на этот продукт. Ни разу ещё не воспользовалась. Помните, когда я очищала корзиночку с запасами? Увидела случайно, забыла про него вообще. И купила его где-то, наверное, полгода тому назад, если не больше. Нет, не больше, конечно, где-то полгода тому назад, наверное. Вот, так что воспользуюсь и попробуем. Точно так и сделаю. А я только пудру поставлю тут. Вот, всё, с лицом мы закончили в плане того, что, ну, такими продуктами, которые приводят в порядок, да, лицо. Холст такой делаю для того, чтобы далее рисовать. Румяна. Я уже сразу знаю, что возьму только двое румян от Becca, потому что это новинки и хочу воспользоваться ими. Первый оттенок румяна Songbird. Очень красивый цвет. Такой, ну, вы видели, персикового в нём больше, конечно же, есть. И когда я наношу эти румяна на щёчки, прям так хорошо освежает. У меня обалденный просто оттенок. Поэтому, мне кажется, эта косметичка просто суперская будет. Столько классных продуктов. И следующий оттенок румян это Flower Child, который недавно купила в магазине Douglas. Тоже полцены на эти румяна были. Давайте я вам покажу рядышком, чтобы вы могли видеть, насколько они отличаются. Это даже вот, когда рядом такой вот розоватый оттенок, да, кажется, что это как будто бы бронзовый оттенок. Но на самом деле нет. Тут персикового и как будто чуть-чуть вот такие вот злостистые блёсточки, мне кажется, есть. Да, мелкий-мелкий шиммер, но который абсолютно не виден на лице. И то же самое эти румяна. Это такие розоватые, немножко с персиком, наверное, цвет. Хотя они так по-разному смотрятся на различном освещении. Но здесь больше явно розового. Flower Child. Так что буду ими пользоваться в ближайшие дни. Так. С румянами мы закончили, хотя нет. У меня Milk Makeup в прошлой косметичке было, наверное, сейчас тоже возьму. Дальше пользоваться, чтобы у меня кремовые продукты тоже были в косметичке. А, я ещё забыла. У меня есть вот такой вот праймер от Penifit, знаменитый, Porefessional. Я его уже открывала, поэтому хочу полностью воспользоваться и уже выбросить эту упаковочку. То есть пустые баночки положить. Всё же это законченный продукт, да. Так что, да, возьму вот этот вот праймер. Один раз воспользовалась, пока ничего не могу сказать. Далее бронзеры новинок. Бронзеров у меня не было. В прошлый раз брала от Catrice, сейчас не буду. О, 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 о. Я хочу воспользоваться бронзером от Essence. Как же я люблю этот бронзер. Дайте аромат. Какой приятный кокосовый, боже. Это самый лучший бронзер. Но не самый лучший. Вот моих самых любимых бронзеров из бюджетного сегмента. Вот, прям обожаю эти бронзеры и от всей души советы. Я вот не знаю. Но они разные, потому что здесь больше с тияющим финишем, а это чисто матовый бронзер. И оба мне одинаково нравятся. Может быть, чуточку Essence больше, потому что именно аромат здесь меня привлекает у Essence. Хотя это новая версия. И в последний раз, когда я вам свотч делала этого бронзера, мне не понравилось, как набирался этот продукт на пальцы. Очень-очень тяжело было набрать и показать вам свотч. Я просто слышала один отзыв именно с новой упаковкой, с новой формулой, наверное. Или переспрессовали они этот продукт, не знаю. Очень плохо набирался на кисточку и плохо передавался. Обязательно вам расскажу свое мнение, каким этот бронзер окажется. И мне безумно нравится, конечно же, оттенок. Он мне отлично подходит. Цвет 01 Natural. Ой, куда ставлю? Беру этот бронзер. И, наверное, все, да. На этот раз ограничиваю себя в бронзерах, потому что в последнее время очень полюбила румяна. И хочется больше румяна наносить и ярко их наносить на лицо. Так, из хайлайтеров давайте я вас немножко передвину. Ну, хайлайтеры. В прошлый раз у меня Fenty был и Opal. Да. На этот раз возьму, конечно же, новинки. Двое новинок от Bec. У меня косметичка Bec будет, наверное, называться. Первый оттенок. Секунду, вам все освечивает. Короче, придется вам проверить. Мне Rose Quartz. Привет, привет. Rose Quartz оттенок называется. Безумно красивый цвет, конечно. Просто как же я рада, что купила. Так, свочи я обязательно вам сделаю. Очень рада, что купила я этот хайлайтер по такой выгодной цене. 12,99 всего лишь я отдала за этот хайлайтер в магазине. Такая Макс. Он действительно лежал и ждал меня, как будто бы, потому что никто не просвочил этот хайлайтер. Он такой, знаете, прям снизу лежал, как будто его спрятал кто-то, возможно, для себя, да. А я успела, короче, купить себе вот такой вот потрясающий оттенок и не менее красивый ванила Quartz. Короче, все, что связано с Quartz, обалденное у Bec. Очень, очень, очень. Кажется, что это достаточно светлый оттенок, но на самом деле он потрясающе смотрится. Потрясающе смотрится. Вы же какие красивые цвета. Я раньше вообще не любила розоватые оттенки хайлайтеров, но в последнее время, последние месяцы полюбила их все-таки. Невероятно красиво это смотрится. Освежает, более такое, знаете, молодое лицо делает. Не знаю, вот какую-то свежесть дает, придают вот эту вот розоватость легкую. Видимо, из того, что у молодых девочек же такие щечки розовенькие. Наверное, из-за этого кажется, что прям вот освежение классное. Все, из хайлайтеров пока больше ничего не буду брать. Видите, сколько места здесь для хайлайтеров. Я уже подумала, что может быть мне хайлайтеры с румяном вместе положить, потому что бронзеров у меня достаточно много. Хотя румян тоже у меня очень много, вижу здесь. Что это? А, это Артико. Ладно, все. С продуктами для лица мы закончили. Сейчас переходим к, правильно, теням. Ну что, начнем, как обычно, с верхнего ящичка. Здесь из однушек мне, наверное, хочется взять, чтобы взять. Или мне ничего не хочется брать. Я, наверное, оставлю от стила, потому что, видите, потихонечку засыхает. В прошлый раз тоже в косметичке у меня этот продукт был. Наверное, возьму. Поэтому эти тени жидкие. Также мне хочется оставить вот эти вот тени от Наташи Динона. Они тоже были в прошлой косметичке, но я не настолько сильно смогла воспользоваться этими тенями. Поэтому мне хочется сейчас чуть подольше протестировать еще раз эти тени. Потому что мне в последний раз, когда я делала макеш, вот эти вот два цвета очень-очень понравились. На складку века. Ну, оба два на складку были сначала более светлые, потом чуть потемнее цвета. Так что, да, я дальше буду использовать эти тени. Что еще здесь? Так, тут ничего интересного больше нет. Ну, как бы, то, что меня привлекает на данный момент, нет. Хотелось бы от Эльф, но такие цвета мне сейчас не очень тянет. Конечно же, мне нужны нейтральные оттенки. Но в нижнем ящичке я это найду для себя. Не в этот раз. От Катрис, мне кажется, уже косметички, до косметички была палетка. Я точно не помню. Перейдем в нижний ящик. Так, в нижнем ящике. Романтик, но мы тоже не буду. Пьютифул ин Барселона тоже не буду. Мне так хочется взять вот эту вот от Пьюти Бэй Брайт Мэтт. Я знаю, что она у меня недавно была. Действительно, в эти летние дни так хочется более яркие макияжи делать. Наверное. Или нет? Нет. Возьму я другую палетку, большую, яркую. В прошлый раз в косметичке были эти тени от Беч. Не знаю, у меня не особо рука тянется к этой палетке. Пока еще оставлю, потому что я ее пользовалась. Частенько пользовалась. Но, не знаю. Как-то цвета там и тут расположены. и цветовая гамма какая-то странная, хотя очень красивые тенки, допустим, вот этот вот уникальный цвет, которого у меня нет в коллекции, пока останется каждый раз говорю, пока останется так, тут миниатюрки худо не хочу, Джоис Плейс у меня уже было, тут уже не хочу, вот тут есть, возможно, можно взять тут нейтральные оттенки точно, давайте возьму, здесь также есть более болотного цвета тени, да, тут разные разные оттенки теней, короче, да, возьму от Too Faced далее от Nave уже, наверное, не буду брать это у меня в прошлый раз косметички была Good Day Sydney можно в принципе взять да, наверное да, возьму от Essence Good Day Sydney Ого, Анастасию тоже хотелось наверное, возьму Нарвину сейчас открою вам покажу пока еще ничего не испачкалось ну, потому что я в коробочке храню сейчас открою да, давайте возьму Нарвину, наверное такая классная цветовая гамма просто балдеет это палетки и тут тоже все бархатное красивое так из этого ряда тенями мы закончили и сейчас мы перейдем к ящичкам которые у меня стоят на тумбочке там тоже, наверное пару выберу больших палеток ну вот ящички с тенями вот BH Cosmetics мне очень хочется эти тени конечно потому что они они потрясающие я думала что эта палетка больше такая знаете осенняя хотя вот сейчас открыла и думаю думаю я возьму посмотрите какие классные яркие оттенки здесь можно сделать летний макияж так что однозначно возьму также с глиттерами хочется поиграться вот это посмотрите какой красивый глиттер не хотелось мне дотраливаться но не могу не показать прям вот чуть-чуть мне нравится что глиттеры здесь не сухие они вот какие-то влажные не влажные даже как будто бы маслянистые что ли будто их перемешали с маслом вот просто обалденные обалденные глиттеры вот это вот тоже посмотрите какой красивый цвет а этот тут 5 глиттера и как же все это переливается и каждый раз создавая макияж с этой палеткой он по-своему уникальный и по-своему красивый получается короче точно возьму эту палеточку и другую палетку которую я точно хотела бы взять это она частенько бывает конечно но сейчас лето и как-то вот хочется ее пользоваться в прошлый раз я ее не брала фламинго от вайлотвоз как же я люблю эту палетку теней какие матовые классные здесь какие шиммеры есть немножко провальные шиммеры но тем не менее вот этот вот провальный даже это не шиммер а топ в основном я заметила что те тени которые как топ идут они вот так вот засаливаются и тяжело их набирать надо будет вот так вот выковырить наверное немножко вот какие потрясающие летние оттенки ну это такая знаете весенне летняя палетка просто здесь конечно можно сделать и осенний макияж потому что вот какие смотрите глубокие рыжо-красные цвета очень красивая палетка так что ее возьму и на этом останавливаюсь в принципе достаточно много взяла есть на чем поиграться создавать макияжи какие-то различные потому что я в последнее время ну несколько дней не красилась на работу точнее я делала только макияж лица чуть-чуть на складку века могла нанести какой-то рыжий оттенок или коричневый нейтральный цвет и все и так ходила на работу в принципе я вам во влоговом видео об этом рассказывала но сейчас у меня последние последние пару дней я красилась и у меня настроение снова появилось это не то чтобы ты даже настроение просто понимаешь насколько жарко на улице и не хочется ничего такого яркого а вот на следующей неделе у нас будет более прохладная погода в плане того что будут дожди и где-то 23-24 до 25 градусов максимум а так у нас стояло больше 30 градусов так что вообще не вариант было не хотелось что-то такое вот прям наносить на глазки да и наверное вам покажу еще помады хочу взять новинки помад которые у меня появились я в принципе не особо люблю помады показывать потому что в принципе у меня в контейнере все стоит я когда нужно что-то просто беру оттуда и все а так как многие просят чтобы я помады показывала решила вам показать ну что я достала корзиночку с запасами да я все что покупаю новое показываю вам один раз и сюда бросаю чтобы потом потихонечку вытаскивать иногда бывает что я забываю однозначно помада от мак вот я ее вам тоже показала просвочила вам или нет просвочила и я ее еще не использовала поэтому надо вытаскивать у меня в оттенке 703 runway hit называется помада такой вот очень красивый вроде бы и яркий но тем не менее не настолько яркий цвет безумно красивый оттенок и я думаю что мне этот цвет отлично будет подходить какая классная пигментация у помад мак просто далее помада от бека сорбет я не буду брать то что я купила вот бэр хочу взять хочу взять бэр оттеночек тоже уже упаковки нужно выбрасывать нюдовый цвет помады это вы же видите крем ее формула здесь матовая формула у помады от мак такой красивый оттенок оба 20 это классный конечно потом я думаю что от 5 наград что-то достану потому что у него есть помада более яркая такая ягодного цвета я точно не помню какая из них сейчас вытащим посмотрим так эксклюзив реаллес а вот вот она мне кажется такая прям ягодная я вам свочи показывала на эту помаду вот смотрите какой оттенок красивый давайте-ка мне придется с упаковкой брать потому что упаковка конечно потрясающая опять награв выбрасывать даже не хочется другие посмотрю другие мне кажется они более такие осенние но тем не менее давайте посмотрим этот цвет называется лучше здесь посмотреть beautiful stranger beautiful stranger такой красивый оттенок давайте я его тоже возьму это более матовая форма предыдущая видите ягодная здесь матовая да-да-да вот этот оттенок возьму и сейчас когда у меня уже чуть больше загорелая кожа солнце настолько яркое у нас последние недели что кожа так или иначе не смотря на то что я использую это спф-защиту немножко темнеет вот поэтому вот такой вот оттенок он будет прям как нютовый на губах мои губы но лучше конечно возможно не прям сейчас а чуть попозже через недельки две когда еще кожа потемнеет вообще прям нют нют классный будет возьму этот оттенок а другой я точно знаю он темный поэтому эти две помаду вытащу в принципе все больше ничего я не буду брать из помад говорю же в контейнер у меня там стоят вот взяла я получается четыре помаде помаде брать это темные Hasta �� т как поймать т п и то б ну что очередная косметичка на ближайшее время у меня заполнена и на самом деле я думала что здесь меньше места останется но смотрите достаточно свободно все болтается можно еще что-нибудь добавить короче наверное я сделаю вот так вот чтобы у меня нет не буду этого делать попробовать так вот что и поставить короче оставлю как было тем не менее у меня ощущение что косметичку очень такая свободная вот нужно говорю же еще что-нибудь добавить все на этом я буду заканчивать видео надеюсь вам было интересно если да если вам не сложно подержите меня пальчиком вверх и увидимся в следующих видео всем пока пока